Эпопея вокруг огородных товариществ на окружной длилась не один год. Люди не могли получить собственность в землю, которую обрабатывали уже много лет. Более того, появилась вероятность того, что эти 700 гектар могут перейти в другие руки. Анатолий Родинский взялся представлять интересы огородников в судах, доказывая их право владеть землёй. Продолжалось это не один год, но когда он стал говорить об этом во время предвыборной кампании, в горосполкоме переполошились. Видя успешность кандидата, который не является креатурой городской власти, в мэрии собрали пресс-конференцию, на которой заявили, что слова Родинского о том, что люди могут получить эту землю, пиар. Я уже говорил, что эта земля имеет сверхозназначение. Если будет заявление о выделении земли для индивидуального строительства, я могу сказать сразу, что будет отказ. Потому что оно не соответствует закону. Есть чёткое целевое использование земли. А кто будет составлять заявление от имени гражданина? Это же право гражданина выбирать себе доверитель и доверенное лицо. Правда, теперь мэр Харькова Геннадий Кирнос уверяет, огородники получат свои участки. Только это не заслуга Родинского. Эти 700 гектар – это огороды людей. И коллективы огородников получат эту землю. В этом направлении не работает Родинский. Он просто-напросто пожинает плоды той работы, которой работали следователи, которые возвращали эту землю. Прокуратура, которая возвращала эту землю. Харьковский городской совет, который поднял этот вопрос. И она включена в черту города Харькова, эта земля. И мы встречались с представителями огороднических коллективов. Я думаю, что в этом вопросе работать должны все. Но никто не имеет права на себя натягивать одеяло, говорит, я вот, благодаря мне и так далее. Анатолий Родинский на обвинения не реагирует. Говорит, главное, что в гурсовете согласились, люди должны получить свои участки, которые они обрабатывают уже не первый год. Я с огородниками уже 5 лет. Но для меня никогда не было важным, кто конкретно передаст эту землю огородникам. И кто себе на грудь повесит медальку или получит лавры. Не лавры для меня были важны. Для меня было всегда важным, чтобы эти 700 гектаров земли достались огородникам, которые на них находятся уже больше 20 лет. Анатолий Родинский подчеркивает, он никогда и не говорил о том, что именно он выделит землю. После того, как земля вошла в границы города, это стала компетенцией горсовета. Но главное, что теперь его усилия по юридическому представительству интересов огородников совпали с политической волей руководителей муниципалитета. А значит, огородники смогут получить землю, за которую так долго боролись. Людмила Федорова, Владимир Борох, агентство телевидения новости.